Всем привет! Меня зовут Наталья. Я живу в Америке, во Флориде. Не так давно мы сюда переехали, но жизнь после переезда в Америку сильно у меня поменялась. Я хочу рассказать о себе. Возможно, эта история поможет кому-то, скажем так, вдохновиться, просто получить дополнительную информацию. Я хочу рассказать именно о себе сейчас. О муже, о дочке, о том. Мне 43, почти 44. Тут уже остались считанные дни до моего дня рождения. И, соответственно, я кардинально решила поменять свою жизнь. В Украине у меня был собственный бизнес. До этого я работала наемным сотрудником. Образование у меня. Первое, инженер-механик. Второе, финансист. Я работала как по профессии, так и не только. Плюс, ну, это как бы институты я назвала. После школы я закончила в 95-м году. Для кого-то эта цифра, кажется, вообще далекая. Кого-то в этот момент даже в проекте не было. В 95-м году я закончила школу. Еще и поучиться успела на портного. То есть, в принципе, бизнес у меня был связан с фэшн-индустрией. То есть, мне пригодились все свои навыки, которые когда-либо я использовала в своей жизнедеятельности. Приехав же в Америку, я поняла, что швейном бизнесу тут может быть и быть, но это очень дорого. Это экономически невыгодно, то есть, начинать этот бизнес. И из предыдущего опыта я понимаю, что, ну, это действительно нужно времени и сил на рост этого бизнеса. Не 2-3 года, как многие думают. Хотя индустрия, конечно, прекрасна. Красивые люди, красивая одежда. Ты вынужден выглядеть хорошо. Это тебя, как бы, стимулирует. Но, что я могу сказать? Я пришла к выводу, что нет. Бизнес в Америке. Я хотела очень делать бизнес, но бизнес, связанный с фэшн-индустрией, делать я не буду. Меня в этом плане поддержал муж, за что ему огромное спасибо. За год жизни в Канаде, я в Канаду приехала год до приезда в Америку, приехала в Канаду в 21-м году, в апреле. Я, мягко говоря, не то чтобы совсем не знала английский, конечно, я пробовала его учить, я пыталась, я делала какие-то над собой усилия. Но, действительно, для меня, особенно в канадском аэропорту, то, что говорили люди, это просто превращалось в шум смятой бумаги. Такой шум-шум-шум. И язык был слабый. О том, чтобы куда-то идти учиться, естественно, в Канаде еще не было речи. Но, конечно, войти мне очень хотелось, потому что я достаточно много с этой части знаю, но все время, каждый раз, какие-то попытки пойти учиться на айтишника, на тестировщика, на программиста тем более, меня останавливало то, что знание языка у меня приближалось к нему. За год жизни в Канаде я поработала швеей, до этого горничной, я сменила работу, я выучила язык, потому что работала в англоязычном коллективе, у меня вариантов особо не было, я учила. И для меня стало открытием этого года, что мой язык достаточно хорош, чтобы учиться. Я уже начала учиться, я попробовала несколько школ бесплатных, и это не связано с тем, что я с Украиной, как ни парадоксально, ни в один украинский заведение, на школу обучающую я так и не смогла попасть. Не потому, что я украинка, не потому, что там что-то платное, просто есть разные нюансы, там нужно то тесты пройти, то еще что-то. И в конечном счете я нашла несколько для себя возможных вариантов. Есть такие известные блогеры, опять-таки Михаил Портнов, я довольно часто сейчас обращаюсь к нему, потому что сейчас моя жизнь связана с этим. Я приехала в Америку, потому что мой муж смотрел видео Михаила Портнова, благодаря этому заполнил правильную анкету. И также тот момент, что мой муж смотрел видео Михаила Портнова, благодаря ему заполнил правильную анкету для участия в литерее Гринка. Ну и, соответственно, дальше я стала уже смотреть, потому что как бы мне было интересно. И Михаила Портнова мне посоветовали, так как он сделал бесплатный курс в этом году, в 2022, я поучилась. Потом еще появилась одна бесплатная школа, где я могла поучиться. Я поняла, что, ух ты, а мне все нравится, мне все понятно. И в конечном счете, еще один блогер, это Немчинский. Он с Украины, там украинские школы, у него все платно, достаточно бюджетно, у него своеобразная программа обучения. Мне, скажем так, не уверена, что подходит, но я не думаю, что я не буду пробовать в дальнейшем. И я, конечно же, попробовать решила, и так сложились обстоятельства, что я оглянуться не успела, как я оплатила курс и начала учиться в тест-скул, да, в школе на тестировщика у Михаила Портнова. Мне сложно, да, языка все равно не хватает, но бросать я не планирую, я это знала. Я сейчас пробую, я жду, точнее, когда будут выложены видео на YouTube, и благодаря американским, английским, да, субтитрам я их читаю. Если что-то мне непонятно, я останавливаю видео, переписываю субтитр, перевожу на русский язык и продолжаю урок. Отставание у меня сейчас достаточно серьезное, но что я вам могу сказать? Мне просто такие вопросы задают, и буквально вчера обсуждала это с девушкой, она говорит, я не понимаю, я не понимаю, я и то смотрю, и вот это, и я все равно продолжаю не понимать. И я, типа, это связано с возрастом, я скажу, что нет, это связано исключительно с вашими желаниями, с вашими настойчивостью. В любом деле нужно разбираться, нужно садиться и разбираться. Если на первый урок Михаила Портнова я не совсем понимала, что он имел в виду, на второй я увидела, как он делает пример, а на третьем, ну, я как бы понимаю, что делать, но тут меня уже сейчас останавливает язык, но я уверена, что к окончанию курса я совсем разберусь. Поэтому возраст это цифра, если хотите учиться, учитесь, если хотите что-то изменить в своей жизни, к сожалению, некоторые изменения вынуждены, да, и да, я понимаю, что такое зона комфорта, и вы даже не поверите, когда вы выходите с одной зоны комфорта, знаете, как код, мы меняем на лучшую зону комфорта, поэтому мы не выходим в зону комфорта, мы просто улучшаем свою зону комфорта. Поэтому я учусь, я понимаю, есть, конечно, моменты, когда я не успеваю, значит, я просто их пересматриваю и учусь дважды. Я думаю, что если вы действительно не знаете, как вам начать учиться или как вам применить знания, опять-таки, как мне сказала моя подруга, я очень ей за это благодарна, она говорит, не понимаешь, делай больше за домашку. Чем больше у тебя будет практики, тем выше шансы, что вы состоитесь в профессии IT. IT-шники это люди, вот я добавила несколько чатов, которые точно так же, как и вы, ничего не знают до тех пор, пока не начинают делать. И, соответственно, чем больше у них опыта, тем больше понимания, это касается, наверное, любой профессии, тем больше понимания того, что они делают. Я искренне верю, что у меня все получится. Я, конечно, на старте, я тоже переживаю, что я не найду работу, но я знаю себя, я тот человек, который будет пробовать, как минимум, а за результатами вы будете следить вместе со мной. Надеюсь, вам будет это тоже интересно, потому что у нас три человека в семье, но у каждого невероятная история развития и жизни в США. Как проходят мои занятия? Я вернулась к первому уроку. Такой вот план. И я реально на первом уроке еще. То есть я еще, ну это старый план, это открытый урок еще портного, так что не переживайте, ничего компроматного я вам сейчас не показываю. Так как это выкладывается на YouTube, есть автоматические субтитры на английском языке, потому что у Михаила Портнова есть своеобразный все-таки акцент, поэтому я перепроверяю себя. Я их вот включила и, соответственно, этим всем занимаюсь. Почему я вернулась? Потому что там шестого урока начались преподаватели, не только Михаила Портнова, еще другие. И у меня там уже на шестом уроке начались, грубо говоря, проблемы. По домашкам было всего, ну я успела пройти, там их было три. И там tell me about yourself. В открытом уроке кто-то видел еще толию, там еще был следующая домашка. Ну, в общем, я пока, грубо говоря, делаю вторую. И то, чтобы сказать, я прям сильно делаю. На самом деле уже практически все все сделали. Я почитала, посмотрела, думаю, ну, блин, надо самой просто сесть, для себя структурировать эту домашку, переписать ее под себя, грубо говоря, под свой почерк. И на этом все. А теперь самое интересное, что у меня происходит в тетради. Да, я это не просто так вам показываю. Это такая сумасшедшая тетрадь. Наверное, это рукописные субтитры по факту. И вот я ставлю себе тайм-код, и чтобы вы понимали скорость. Вот у меня минута 19 была вот за сегодня, в течение почти часа, ну, чуть меньше. Я вот переписала, это уже наконец-то могу показать. Переписала все субтитры, все в английском варианте. Потом ввела в translate в телефоне, повыводила новые для себя слова. Вот так вот, видите, повыводила кружочками. Подчерк, у меня жуткий, даже не пытайтесь читать, потому что бесполезно. Тут есть, видите, даже I put on your right away. Я даже целое предложение себе вывела, потому что оно очень своеобразно переводится. И видите, у меня там, допустим, accept, как-то так он звучит. И вот я вот, ну, скажу так радостно, потому что тут та сторона, я так вот писала, долго писала, не могла собраться. Из радостных новостей, вот эти вот кружочки, и то это software testing, это как бы одно слово с получения, не знаю, как по-русски уже, да, там мусор из языков, простите меня, слово сочетание, да. Я вот их пообводила, это реально мне, ну, как бы сказать, что прям они новые нет, но вот мне бы хотелось уточнить для себя их значение. Ну и, соответственно, следующая страница, чтобы вы понимали, сейчас этот тайм-код стоит 252. Я, соответственно, вот видите, полностью все перевела. Я не перевожу транслейтом до тех пор, пока я не перевожу устно. Из-за этого, получается, скорости нету. Вот представьте, урок, сейчас на экране посмотрим, час 33, а я на 2 минутах 52. Ну, во-первых, я знаю, что дальше там будут вопросы, и уже не так, скажем, активно будет все это происходить. И я просто для себя приняла решение, что вот первый урок я все-таки переведу полностью. Я на нем и отсутствовала, я там присоединилась третьего, кажется так. Может быть, конечно, и со второго, но я этого не помню. Вот, и есть, конечно, у Портнова и просто русский язык, да, там 22-й просто выложен, летний. То есть вы можете и на русском проходить, и даже бесплатно. Вы можете проходить с субтитрами. У Михаила тоже это все есть, и они мне тоже в итоге предоставили. Но моя основная задача, это личная, да, такая, я не как бы каждый решает для себя. Я хочу минимизировать риски на интервью с недопониманием, когда мне будут задавать вопросы. Слово там переспрашивать мне бы хотелось минимально. Соответственно, я не переживаю, как ни парадоксально за теоретическую часть. Для меня многое понятно. Особенно, если там что-то я недопоняла, я могу посмотреть русский вариант или с субтитром вариант. То есть, ну, в принципе же, по материалу великое множество. Я просто хочу для себя минимизировать вот этот вот риск языковой. И, соответственно, максимально прокачать язык, то есть его построить таким образом, чтобы я и когда бага-репорт буду писать, тоже он мне давался чуточку легче. То, что я вижу для себя сейчас. Права я или нет, не знаю, потому что это вставание сумасшедшее. Ну, я же говорю, я просто первые две недели действительно училась, я ходила на онлайн, я пыталась успеть за чатом и так далее. Но потом в какой-то момент я просто осознала, что, ну, куда я бегу, если я отставать начала. Люблю я быстро учиться, но это как раз не тот случай. Мне нужно вернуться, и я вот, да, вернулась прям, видите, аж на первый урок. Потому что тут именно в первом уроке максимально текста, именно разговоров, да, видите, количество этих слов. И я вот реально и предполагаю, что вот эта вся тетрадь, которая у меня сейчас есть, да, она будет, ну, это полностью, как вы понимали, исписана несколькими минутами старта. Ну, то есть, так, я в lesson one, я что-то пыталась сделать на другом уроке, там что-то такие, капелюхи, видите, там пятый урок, что-то какие-то, но я поняла, что нет, вот видите, то есть, я правду говорю, что у меня есть и пятый урок, да, эти session five, и я, как бы, ну, уже пыталась. Нет, не годится. Ну, посмотрим, как у меня рестарт такой произошел. Поживем, увидим. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. А я с Украины, поэтому так.